Убийцы в белых халатах. В английской больнице как минимум 450 пациентов залечили до смерти большими дозами опиоидов. Эта практика продолжалась в течение 90-х. Все подробности узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Вот уже почти 20 лет родственники погибших пациентов добиваются справедливости. Члены их семей в разное время были пациентами господской больницы. И ни одного из них так и не вылечили. Из-за этого госпиталя больных отправляли. Только на кладбище. Причем независимо от диагноза. Люди поступали сюда после операции или серьезных болезней восстанавливаться. Но лечили всех одним и тем же методом. Выписывая мощные болеутоляющие средства. И часто в рискованных сочетаниях с другими лекарствами. Даже если пациенты не жаловались на боль. Им кололи диаморфин. Это тот же героин. И большими дозами доводили людей до смерти. У нас был доступ к медицинским делам более 1500 пациентов. С 456 из них умерли из-за чрезмерного и неоправданного применения опиоидов. Записи еще как минимум 200 пациентов пропали. Их жизни тоже были сокращены. И это прямой результат существующей на то время схемы назначения и введения опиоидов. Независимая комиссия во главе с бывшим епископом Ливерпуля постановила, что в больнице пренебрегали человеческой жизнью. Это длилось с 1989 по 2000 год. И ответственной за такой подход к лечению пациентов является доктор Джейн Бартон. 8 лет назад ее признали виновной в серьезных профессиональных нарушениях. Но до суда дело не дошло. Более того, ее даже не лишили права продолжать медицинскую практику. Правда, она ушла на пенсию вскоре после дисциплинарных слушаний. Но главный вопрос. Почему никто из персонала больницы не поставил под сомнение ее методы? Это трагическая история, и мы должны сделать все возможное, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Выводы расследования очень тревожные. Это расследование проводила независимая комиссия. И она только лишь установила факты. Дальше дело за полицией. Там сейчас решают, достаточно ли доказательств для открытия уголовного дела. Родственники погибших обещают не сдаваться, пока виновные за эти ужасные преступления не предстанут перед судом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.